Вот у меня уже тут, можно сказать, все готово для поездки в роддом, если я в любой момент поеду нажать. Но тут только вещи пока мои. Еще пока никаких детских. Светлана Ромашкина стала первой клиенткой нового центра «Солнечный дом». На последних сроках беременности она оказалась в трудной жизненной ситуации и решила обратиться к социальным работникам, которые отправили ее сюда. Просто сказала правду, честно, что я осталась на улице, помогите мне, пожалуйста. И они увидели, они услышали и, соответственно, мне помогли. Постоянно, каждый день была на нервах. Тут я уже, когда приехала в первый день, я реально вздохнула, потому что я поняла, что тут можно помощь получить. Сейчас Светлана чувствует себя уже как дома. Готовится к родам и вернется сюда уже с малышом. Более долгосрочные планы Света будет строить вместе с руководителями центра после рождения ребенка и адаптации к материнству. Преимущество в том, что женщина, которая оказалась в трудной ситуации, она не определяет своего ребенка в учреждении государственное, да, а она находится вместе со своим ребенком, да, то есть у нее не нарушается вот эта вот связь с ребенком. Она продолжает с ним общаться и решать свои проблемы с помощью наших специалистов. У нас есть психолог, у нас есть социальный педагог, я как руководитель центра, у нас есть администраторы, которые тоже направлены на их работу, тоже на то, чтобы помочь маме, в общем-то, выполнять свою такую родительскую функцию. Первый год жизни ребенка – это период заложения фундамента его жизни. Здесь мамы могут научиться готовить, проводить время с детьми, планировать свой бюджет, выезжать по делам. Учреждение предполагает создание поддерживающей социальной сети, чтобы мама, покинув этот центр, могла жить полноценной жизнью без поддержки специалистов. Может быть такая ситуация, что женщина к нам попала, потому что у нее конфликт с родственниками, да, и вот как раз наша задача будет тоже вот эти вот отношения восстановить, да, как-то их отрегулировать, чтобы она могла вот эту поддержку получать. И, конечно, встречи мы приветствуем, что есть круг, да. Понятно, что ограничения по времени, да, то есть какие-то есть правила. Правила и режим – неотъемлемая часть пребывания в солнечном доме. Все жильцы здесь ответственны не только за себя, но и за тех, кто находится рядом. А вот помощь в солнечном доме могут оказать только тем, кто действительно к ней готов. Получается, моя гордость какая-то сломалась. Когда я пыталась все сама делать, и тут я поняла, что я сама уже никак не смогу себе помочь. Когда вот человек идет на контакт с другими людьми, и когда он реально открыт, ничего не скрывает от других людей, чтобы люди понимали свою вот эту, ну, мою проблему. Они же должны знать все абсолютно, и поэтому тут никакого даже скрытничества не должно быть, никаких тайн. Для Рязани это как бы новый, уникальный проект, да. У нас как бы условия очень лояльные для мамочек, да. Содержание бесплатное, срока пребывания здесь не ограничено, то есть в зависимости от ТЖС. То есть это первое такого рода учреждение. Наши администраторы, опять же, помогают оформить регистрацию, помогают решить вопрос с жильем, помогают в решении каких-то правовых вопросов, да, оформлении пособий. Этот дом находится в Полянах. Его передал центру один из питерских благотворительных фондов. Здесь предполагается размещение трех семей. Домик напротив в скором времени готов приютить еще четыре семьи. Сотрудники Рязанского солнечного дома прошли обучение в питерском благотворительном фонде, который реализует аналогичный проект. Сегодня в центр могут обратиться беременные женщины и мамы с детьми до семи лет. Каждая ситуация оценивается индивидуально. По мере возможности либо она решается, эта ситуация по месту жительства, да, если нет возможности решить в кратчайшие сроки, как бы и по месту жительства, тогда предлагаем место здесь, при условии наличия свободных мест, соответственно. Обратиться за поддержкой можно по телефону горячей линии 8 800 444 50 62. Звонок бесплатный. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».